С целью формирования учащейся молодежи позитивного отношения к здоровому образу жизни на территории Брестской области в этом и следующем годах планируется проведение консультативно-образовательных и информационно-мотивационных встреч не охватят все учреждения профессионально-технического и среднего специального образования. Именно в этих учреждениях образования сосредоточен тот контингент ребят, которые нуждаются именно в тех моментах, которые на сегодняшний день включены в программу этой акции. Это и консультации специалистов, это в принципе работа всех структур, которая направлена на профилактику здорового образа жизни. И не просто занятие физической культурой и спортом, а очень активное внимание самого учащегося родителей всему комплексу, который мы на сегодняшний день включаем в понятие здоровья. Стартовал проект на базе Брестского государственного торгово-технологического колледжа. Сегодня учащиеся родители и педагоги смогли получить консультации разных специалистов, психологов и психотерапевтов, акушеров-гинекологов и болеологов, а также пройти некоторые диагностические исследования. Слово «модель», если пациенты не идут к врачам, врачи идут к пациентам, не новое. Это восьмой по счету, но не значимости, профилактический проект. И его целевая аудитория выбрана не случайно. На наркологическом учете по поводу употребления алкоголя с вредными последствиями насчитывается порядка более двух тысяч детей. Что касается на учете по употреблению психоактивных веществ, тоже с вредными последствиями, это порядка 30 человек находится. К сожалению, у нас в области регистрируются и суициды. За этот год у нас 8 суицидов и 21 парасуицид. В рамках проекта «В защиту жизни» молодежь ожидают тематические обсуждения и дискуссии с участием социальных педагогов, врачей, представителей органов внутренних дел, епархии. Цель – общими усилиями создать правильный ориентир для подростков в различных жизненных ситуациях. Я придерживаюсь здорового образа жизни, занимаюсь спортом, правильно питаюсь. Я считаю, что каждый подросток и даже взрослый человек должен соблюдать какие-то правила, чтобы быть здоровым. Это всё-таки здоровье – это самое главное – жизнь, как для меня, семья и благополучие. Я думаю, что такой проект, как сейчас, он способствует более развитию, всё-таки заставит задуматься каждого подростка, чтобы сохранить своё здоровье. Виктория Саченко, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.